Так, Анатолий Потапенко, Константинович, оказывается, что мы, садоводы, гонимся за размером плодов фабрикоса грешим. А сама ценность и польза для здоровья как раз дикарях. Совершенно верно. Помните, я сравнивал эти грецкие орехи и свои манчжурские, которые замучаешься разбивать, которых несколько раз меньше мякоти, но которых пользуются в сто раз больше. Вот он, но он теперь о другом. Это они сохранили тот первоначальный состав самой природы. Это я понял, когда пересматривал ваши ролики. А вот это простой. Косточки, абрикосы, сахата, линьска, линьска, это и есть самое ценное. Абсолютно согласен с предыдущим оратором совершенно, сто процентов. Вот. Теперь дальше. Заложил на советсказку косточки черешни. Потонули все. Выдержал более суток и в сырой песок и в погреб. Видно, что послал, но не с добрым сердцем, душой и намерением помочь мне. Огромная вам благодарность. Сын освободится от дела, отправлю деньги на посылку. Желаю здоровья, добра, с наступающим. Друзья, мы в этом году, может, больше не увидимся, поэтому давайте я тоже... Я даже знаю, в следующем пределе, какой он слабый. Вот. Я так не умею до семи считать. С наступающим праздником, уважаемые друзья. После наступающего праздника у вас будут сады. Лучше моего. Прекрасный торт, согласитесь. Лучше моего. Заметьте, никакой зависти к моим друзьям, которые меня уже обходят к этому, как оно и должно быть. Так. Вот он и провелся католинский абрикос. Это одно из деревьев. А у меня получилось так. Сколько... Когда-то они были пронумерованы. Годом раньше я нумеровал и фотографии делал крупный план. Номер один фотография, номер два фотография. Короче, если вы помните, в мебинарах показывал, вот, видите, они все разные. Вот от такого вот, бордового. Вон, дальний план, смотрите. Просто до желтого. Вот. Наверное, они очень нужны в заморозке. Ну, я не скрываю. Вот смотрите. Пока я вас убеждал, что абрикосы – ценнейшая вещь, в том числе и от онкологии. Ту-ть-фу, пока у меня, это... Ну, может, если многие уже на подозрение, сами знаете. У меня-то ничего нет пока, не сглазить бы. Но пока я вас убеждал, убедил сам себя. Я беру литровую кружку. Ну, легкий признак диабета. Ночью пить хочется. Я беру литровую кружку. Я туда кидаю граммов 200 замороженного абрикосовых. Мякоть у меня много. Добавляю немножко мякоти сливы, немножко вишни, немножко, это самое, брусники, немножко черноплодной рябины. Вот. И просто заливаю кипятком. Говорят, что кипятишь портится. Я хитрее придумал. А не кипятивши мороженого тоже, даже оттаявши тоже кушать плохо. Я нашел середину. Я, ну, черезобитательный риск. Мог бы позволить себе, когда кружка, где еще лежат замерзшие ягоды, вот я 5-6 назвал названий, я туда добавляю кипяток, а он никак не может уничтожить все полезное, что у них есть. Кипяток только несколько секунд первых. Не каждая ягода еще растает. А потом вода становится уже 80 градусов, 70, 60, 50. Смотрю, вода, кипяченая вода, уже стала вот такого цвета. Видите, как эти плоды. И на сутки мне этого литра хватает. То есть я что-нибудь делаю, прикрываю. Как вы думаете, я же не уничтожил то, что считается, что якобы, как это называется, якобы кипячение уничтожает. Я не кипятил. Вот и получился это самое, такая вот, то ли чай, то ли компот, даже компотом назвать нельзя, компот тоже кипятят. А так как у меня ягоды все три холодильника и морозилки, все у всех трех холодильник забиты, так, вот, то, естественно, у меня проблем нет. Я надеюсь, когда-то у вас у всех проблем не будет. Так что я очень благодарен другу Потапенко за то, что он мне дал повод поговорить. Вот. Косточки, это и самая цена. Но он только косточки упомянул. А я подумал так. Еще раз, пока других убеждал. Как тот учитель математики, пока сам пытался учеников научить, тем временем Пифагора сам научился понимать. Так и тут. Но, вместо того, я подумал, если берем в целом плод, он состоит А из мякоти, я же не буду подробнее исчерствовать мякоть, А из мякоти, Б скорлупа, и третье уже то, что внутри скорлупы, с трех составляющих. Ну, скорлупу выбросили. Кто сказал, что это совершенно разные, пусть они не похожи, мякоти не похожи на это. И предназначение мякоти и еда разное. Но польза должна быть от них одинаковая. То есть здоровье. Поэтому не только косточки абрикоса, мой друг Толя, но и мякоть к абрикосу добавляем. И делаем, как я сказал, не кипятим, но и не едим мерзлые. Вот еще один такой от меня совет.